Особое мнение на 101FM 13.08 в Кирове на 101FM программа Особое мнение Меня зовут Юлия Афанасьева, напротив меня сегодня Михаил Курашин, вице-спикер УЗС 5-го созыва Миша, добрый день! День добрый! В необычный день для себя я в эфире, я напомню, что с нами можно связаться Либо написать вопрос на сайтах akirova.ru в раздел анонсы В течение программы будем обновлять, смотреть Либо можно написать мне в твиттер вопросы нашему гостю Также стараюсь задавать и озвучивать Итак, Михаил, я думаю, что с вами мы сегодня будем говорить в основном о новом составе ЗАГС Собрания О распределении портфелей, вице-спикерах, спикере и так далее Вот давайте начнем с того, как вы оцениваете новый состав ЗАГС Собрания Насколько он силен и способен отстаивать свое мнение Ну, здесь же опять же мы собирались буквально на следующий день после выборов И обсуждали этот вопрос, я, может быть, отчасти где-то буду повторяться Ну, во-первых, я ошибся с точки зрения прогнозов относительно того, какое будет большинство И в каком количестве будет большинство ЗАГС Собраний Единой России И мне до сих пор, честно говоря, непонятен выбор области в пользу Единой России Давшей ей такое значительное большинство Потому что, честно могу сказать, что предпосылок на предварительном этапе выборов я, честно говоря, не увидел То есть экономика у нас как отсутствовала, так и отсутствует В социальной сфере постоянно происходили всевозможные ситуации, связанные с тем, что мы были на грани того, что не выполнять какие-то обязательства И все-таки их выполняли Но в конечном итоге, я думаю, что люди знали о всех вот этих сложностях И после этого идти и принимать позицию, не поддерживать оппозицию На мой взгляд, это для меня оказалось несколько странным Что касается состава, ну, сам факт того, что то обновление, которое произошло, оно больше, чем предполагалось То есть больше многих людей, наверное, говорит о том, что многие из прошлых созывов Наверное, пошли, ну, там, по крайней мере, с тем, с кем я разговаривал, да и по себе могу сказать Вполне осознанно не пошли участвовать в выборах Потому что мы считаем, что там, в том числе, возможно, и наша работа И общая ситуация в стране политической и экономической говорит о том, что Законодательное собрание несколько потеряло свой статус органа власти Она лишилась возможности диалога разных интересов И в связи с этим решение не идти, оно было достаточно осознанно А, простите, в какой момент Законодательное собрание потеряло статус органа власти? Ну, в принципе, если мы там, опять же, пойдем исторически, да То разговоры о том, что законодательная власть становится своеобразным таким министерством При исполнительном органе власти, я считаю, что эти разговоры, они были достаточно давно Воочию, там, я убедился, там, буквально, там В течение своего созыва вы бы это все наблюдали Своей работы, да Когда, там, многие вопросы, которые могли бы быть и были дискуссионными в сфере депутатского корпуса В конечном итоге, там, прорешивались через исполнительную власть И, там, путем закулисных игр и давления, там, все равно продавливались те решения, которые были интересны, в первую очередь, исполнительной власти Михаила, напомните, сколько было депутатов от Единой России в вашем созыве? Ну, с учетом плавающего количества, потому что там по разным причинам люди постоянно менялись Но я бы сказал, что в прошлом созыве Единая Россия имела 50% Половина, да, по-моему, если я все правильно помню? Не две трети, как в этот раз Да, не две трети Так вот, при условии, что Единой России половина, ну, наверное, с ней можно было как-то работать, договариваться и не допускать вот этого продавливания нужных инициатив Ну, в конечном итоге, собственно, с этого все и началось, да, то есть, когда в 2011 году стало понятно, что оппозиционные депутаты составляют 50%, то, в принципе, первый год работа была выстроена именно таким образом, чтобы все решения согласовывались с оппозицией Для этого были, там, и заместители, для этого были фракции И в рамках комитетов постоянно шло обсуждение Это все было Потом постепенно, из-за всевозможных, там, ротаций депутатского корпуса Из-за, там, того, что некоторые депутаты оппозиционные, там, начали преследовать интересы своих предприятий Вот, получилось так, что вот эта единственная оппозиция, она была разрушена И, де-факто, получалось, что даже, там, имея 50% численного состава, оппозиция не могла и не смогла выходить единым фронтом, там, при обсуждении различных вопросов И, собственно, этим и воспользовались и Единая Россия, этим воспользовалась и исполнительная власть И, ну, считаю, что где-то через полтора года с начала работы, там, мы потеряли возможность диалога в том созыве А вот Вы сейчас говорите, что многие депутаты, являясь руководителями предприятий, там, лоббировали интересы своего бизнеса А вот тот факт, что в этом созыве половина руководителей предприятий, это хорошо или плохо вообще? Я, на самом деле, человек, который в большей мере, скажем так, погружен в социальную сферу Могу сказать, что, и об этом мы там много тоже говорили в прошлый раз У нас, к сожалению, все меньше и меньше людей, которые реально могут представлять интересы социальной сферы То есть, да, у нас появился в этом созыве Анатолий Михайлович Чурин И я считаю, что вопросы образования, по крайней мере, будут рассматриваться профессионально Но, к сожалению, других специалистов в сфере образования у нас нет Сам факт того, что представителем социального комитета является не социальщик, а директор колхоза Ну, наверное, говорит о том, что социальные вопросы глубоко и профессионально рассматриваться вряд ли будут постоянно Есть представители здравоохранения И когда в прошлом созыве депутат Морозова появилась в нашем составе То, соответственно, на комитетах и везде вопросы, связанные с медициной, здравоохранением Услуждаются уже более основательно, более продуманными Но, опять же, в единственном числе ситуацию не поменять То есть социального лобби у нас не было, а в этом созыве его, я думаю, еще меньше И поэтому то, что там руководители предприятий, да, это люди с большим опытом Да, эти люди, которые на своих предприятиях, возможно, организуют какую-то социальную работу Но мысль в форматах государственной социальной политики, я думаю, что они вряд ли будут Ну, я имела в виду, задавая вопрос, немного не это Я имела в виду то, что есть ли вероятность и риск того, что депутаты и директора предприятий Ну, соответственно, сконцентрируются на интересах своих предприятий Там ни народа, ни фракции, а на интересах своего бизнеса Мы до нашего созыва имели буквально 2-3 созыва Как раз настоящие в основной своей массе из так называемой категории красных директоров Да, то есть директоров наших крупных предприятий Сказать, что там они продвигали и лоббировали интересы своих предприятий Не приходится по одной простой причине У нас своих предприятий-то практически не осталось Да, то есть это там предприятия, которые, собственники которых находятся за пределами области И как бы так, там они и существуют Поэтому, какие могут быть интересы у собственников в рамках законодательной работы Это мне пока непонятно Отсюда, соответственно, я не говорю ответить, как они будут лоббировать, если будут А вот, Михаил, нам сейчас нужно, к сожалению, уйти на небольшой перерыв Я напомню, что это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера ОЗС 5-го созыва Сейчас мы уйдем и очень скоро вернемся Мы возвращаемся в эфир Я напомню, это особое мнение вице-спикера ОЗС 5-го созыва Михаила Курашина Мы будем говорить сегодня в основном про новый состав ОЗС И мы сейчас продолжаем Вот, Михаила, объясните мне, пожалуйста, что сейчас происходит в ОЗС Вот поделили портфели Я имею в виду вот эту вот внутреннюю работу Формируются коалиции, группы по интересам Или все сосредотачиваются вокруг Березина-Крепостного Ну, давайте я начну с того, что там, я считаю, что те, кто там организовал и планировал эти выборы Они там задачу выполнили То есть они создали в настоящий момент персональный состав органов таким образом Что он будет на порядок спокойней и управляемее, нежели это был предыдущий созыв Опять же, в первую очередь Там нет Турула Это достигается вот этим там большинством в 37 человек И вторым это выхолачивание вот тех активных оппозиционеров О которых вы говорите, там, Валерий Николаевич, Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович сразу говорил, что не пойдет То есть, ну, опять же, там, это, я думаю, скажем так Решение было обусловлено вот всей складывающейся ситуацией Не потому, что Дмитрий Михайлович считает неспособным себя активно работать Потому что он понимал и понимает, что в формате, вот там, когда тебя никто не слушает Ну, это, там, невозможно быть эффективным и невозможно быть результативным Поэтому появилась структура, которая будет очень спокойной И уже, там, первое заседание показывает, что там все проходит очень слаженно, очень красиво, очень быстро Не как, там, наш созыв, который мог заседать, там, по 8 часов Все достаточно быстренько Вот, и это, там, я считаю, что это удалось сделать Второй шаг, соответственно, это попытка Ну, точнее, не попытка, это, там, уже существующая практика Распределение по комитетам Понятно, что, точнее, традиционно Те, кто получают большинство, они пытаются, там, устроить гегемонию с точки зрения комитетов С точки зрения руководителей этих комитетов Да, и, как бы так, в этой связи мне, честно говоря, там, эта позиция абсолютно непонятна Потому что, там, если ты чувствуешь себя уверенно, да, там, то почему не пойти, там, навстречу оппозиции Да, там, вот, там, назначили двух заместителей Оба от Единой России Все хорошо, все замечательно Но, там, возникает вопрос Зачем? Почему не отдать должности заместителя оппозиции? Да, там, Народный фронт, там, Роман, как некая общественная структура, которая, там, определенным образом дистанцирована от Единой России, понятно Ключевое слово, определенным образом Да, ну, пусть, да, то есть, потому что я все-таки вижу в Народном фронте перспективную политическую силу Ну, хорошо, согласна, да, давайте дальше А второе место, отдать оппозиции Что в этом такого страшного и крамольного? Я, честно говоря, вот, не понимаю, чего бояться Я понимаю, чего боялся предыдущий спикер, да, когда, там, постоянно наши все, там, встречи, совещания и обсуждения Там, там, заполнялись людьми от Единой России, там, представителями комитетов, только для того, чтобы, условно говоря, там, мы не могли его, там, убедить в неправильности его точки зрения Там, там, он этого боялся И, как бы так, в конечном итоге, то, что, вот что это превратилось, когда, собственно, там, замов от оппозиции даже переставали приглашать на, там, какие-то внутренние совещания и, там, обсуждения, там, это говорит о том, что, вот, как бы так, это боязнь Чего боится новый спикер, обладающий, как он, там, наверное, себя видит громаднейшим опытом, громаднейшим авторитетом и, там, громаднейшей поддержкой Я не понимаю, отдайте второе место, там, ЛДПР или, там, объединенному оппозиционному, там, заму Что в этом такого страшного? Даже на уровне городской думы, там, Единая Россия отдала место заместителю, там, председателю от ЛДПР Что-то от этого страшного произошло? Нет. Но у оппозиции появляется канал Когда сейчас нам говорят о том, что председатель, новый председатель говорит о том, что, там, я открыт для того, чтобы слушать, там, и так далее, там, подобное Ну, в этой структуре я, честно говоря, не понимаю тот канал, по которому он готов слушать Заместители Единородцы, председатель комитета Единородцы, и, как бы так, и что дальше? То есть, где тот канал, по которому он готов будет слушать? Ходить индивидуально по кабинетам, это не профессиональная работа Профессиональная работа, там, представительного органа заключается в публичных дискуссиях Сейчас площадок для публичных дискуссий нет И я считаю, что, там, с точки зрения, опять же, идеи развития парламентаризма в Навятке, там, это губительная ситуация Ну, вот, коль скоро заговорили мы о спикере, давайте тогда, Владимир Быков, в качестве спикера Для него это повышение или понижение? Ну, я думаю, что сам Владимир Васильевич видел себя, наверное, депутатом Государственной Думы Поэтому, там, в этой связи, там, наверное, можно было бы сказать, что это, там, для него понижение, но, с другой стороны... Ну, я сейчас сравниваю с должностью главы города С другой стороны, я думаю, что здесь он поступил как солдат Дали команду, он ее выполнил Дали приказ, он его выполнил Но они же все солдаты Путина, разумеют Его мнение, его, там, желание в этой, там, комбинации играло последнее место Хорошо, по сравнению с должностью главы города, где, там, у него бюджет, принятие всех решений, фактически, да, это Владимир Васильевич Быков Это первое лицо в городе Сейчас ОЗС, бюджета, собственно, как бы нет, чем распоряжаться Никаких, там, особых финансов нет, и все-таки уже второе лицо в регионе Ну, вы, вот, когда про город-то говорили, вы забыли одну еще составляющую Динамика роста недовольных тем, что происходит в городе Которая, там, последние годы Является серьезным, там, препятствием для того, чтобы чувствовать себя комфортно любому главе города Там, то, что набрал Владимир Васильевич за последние годы работы в городе Скорее всего, скажем так, толкало его, в большей мере, там, в небытие Да, там, чтобы вот его не переизбрали, и, как говорится, все спокойно закончилось Без разбора, без, там, уголовных преследований и так далее и тому подобное Потому что народ, там, критиковал мощно Сейчас, там, перейдя сюда, он, фактически, там, от всего этого отстранился Начинается с чистого листа Недовольных пока нет, да, что быть недовольным-то, он пока еще ничего не сделал А, там, условно говоря, заниматься вот этой, там, декоративной работой, связанной, там, с представлением Кировской области, там, ну, опыта, я думаю, у нее хватит То есть, в данном случае вы считаете, что эта должность, там, спасла Владимира Васильевича? Ну, в каком-то, в каком-то смысле, да То есть, она, в данном случае, еще раз говорю, там, позволила перелистнуть страницу, в которой, кроме, там, возможности властных полномочий, была еще и такая большая часть, связанная с негативным восприятием его как главы города Ну, вот, вы знаете, по поводу городской власти, да, как вы считаете, Владимир Васильевич будет пытаться влиять на город, находясь в УЗС, или уже ушел, так ушел? Ну, зная, как выстроены отношения, там, на уровне региональной муниципальной власти, я думаю, что, скорее всего, там, прямого и, там, активного влияния не будет А может, Васильев будет пытаться влиять через Быкова на город? Нужен же этот канал? Я думаю, что у нового губернатора есть другие, там, рычаги и другие партии работы Ой, расскажите, какие? Ну, непосредственно прямые, финансовые и так далее, то есть, я думаю, что за это время там... Нет, подождите, давайте сейчас подробнее Что именно? Ну, вот, все года предыдущего губернатора Никиты Белых нам всем говорили, региональная власть не может вмешиваться в дела муниципальной власти Да, городской бюджет получает какие-то субсидии из областного, но разводили руками и говорили, мы не можем ни на что повлиять А что сейчас изменится? Секундочку, сейчас изменится то, что я очень надеюсь, да, там, мы получим новую главу города Да получили уже? Ну, нет, я думаю, что там, Владыкин это пока временный вариант до выборов, да, то есть, мы получим новую главу города И очень надеюсь, что новый глава города будет вести себя несколько по-иному в отношении областной власти То есть, он будет все-таки конструктивен, ибо, там, все-таки, скажем так, федерального финансирования, как обычно, там, не хватает, его нужно будет, там, привлекать А заламыванием рук с новым губернатором, как показывает практика, это уже не сработать, как это было раньше, с предыдущим губернатором Варианты шантажа тоже исключены, поэтому, там, остается только один путь, это, там, выстраивать отношения адекватные между главой города и губернатором То есть, раньше была проблема исключительно в личных взаимоотношениях Белых и Быкова? Я думаю, да Может быть, даже, там, не самого Быкова, там, но вот эта проблема, она присутствует Проблема в взаимоотношениях Белых и бизнес-элит Да Сейчас, видимо, таких проблем уже нет Ну, пока, по крайней мере, там, предпосылок к тому, что, там, есть какие-то конфликты, там, с теми элитами, которые, там, у нас здесь считаются главенствующими И новым губернатором, там, я пока не вижу А вот, кстати, как вы, вот, наблюдаете за этим процессом? Бизнес-элита наладила контакт с новым в Рио? Ну, как бы так, из всех действий, которые были совершены со стороны нового губернатора, там, это одна единственная встреча, которая, там, получила двоякую оценку, опять же, участник, да, то есть, и, там, сказать, что после этого Какая встреча? Была встреча с предпринимателями Так Вот, и, там, я считаю, что для того, чтобы выстраивать эти отношения с бизнес-сообществом, я сейчас говорю не только об элитных группах, да, то есть, элитарных группах, но, в целом, с бизнес-сообществом Пока, бизнес-сообщество в ожидании, потому что, ну, непонятно, как, там, поведет себя нового губернатора, пока действий в этом направлении нет Знаете, Михаил, даже я понимаю, что взаимоотношения и какие-то мосты не налаживаются на таких открытых встречах? Нет, я понимаю Наверное, это как-то по-другому происходит? Ну, давайте так, на самом деле открытые встречи позволяют понимать принципы и приоритеты, которые ставятся, да, то есть, понятно, что ведь губернатор не встретится с, там, каждым предпринимателем И ему нужны публичные площадки для того, чтобы сказать, что, ребята, правила будут такие Да и бизнес-элит у нас, знаете, можно, ну, по пальцам двух рук пересчитать Я бы сказал, что по пальцам одной руки уже можно пересчитать, да, там, и, может быть, ограничиться даже, там, несколькими пальцами одной руки, вот, и, соответственно, отсюда уже и понимание, там, вот, еще раз говорю, там, результаты выборов законодательного собрания показывают, что, по крайней мере, там, с одной группировкой, да, там, есть договоренность То есть, есть, может быть, не договоренность, есть налаженная, там, связь, да, то есть, по составу законодательного собрания мы видим, с какой Хорошо, давайте на этом мы идем на рекламу Я напомню, что это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера ОЗС 5-го созыва Сейчас мы уйдем на пару минут, очень скоро вернемся Мы возвращаемся в эфир, это особое мнение вице-спикера ОЗС 5-го созыва Михаила Курашина Меня все так же зовут Юлия Аханасьева Мы продолжаем про политику ЗАГС Собрания Вот знаете, Михаил, что мне интересно Как вы считаете, как сейчас будут выстраиваться отношения между губернатором и ЗАГС Собранием Учитывая, что в ЗАГС Собрании большинство Единой России Спикер человек военный, в Рио губернатора человек военный Приказ взял под козырек, есть, будет исполнено примерно так? Ну, собственно, я думаю, вы ответили на этот вопрос сами Я думаю, что примерно так и будет работать То есть, собственно, там встреча двух руководителей и дальше команда по фракциям И все Как показал первый опыт, даже там, еще раз говорю, там на стадии обсуждения Там отсутствует желание обсуждать Позиция, что нас там сегодня 37, то бишь 2 трети Там говорит о том, что вот точно никто ни с кем ничего обсуждать не будет А если вспомнить, предположим, как в прошлом созыве, там, большинство депутатов от Единой России Которые приезжали только ради, там, заседания, просто выдавали, там, бумажку, где отмечены вопросы, на какие нужно как отвечать И они по этой бумажке, собственно, кнопки нажимали Даже не вдаваясь в суде То, собственно, здесь, я думаю, вопрос управляемости еще проще решается Даже во фракции, ну, вот там, Единая Россия на сегодняшний момент, там, я не вижу больших таких групп, которые могли бы, там, вытаскивать вопросы, подвергать их сомнению Да, там, там, есть группа, там, Уралхима Ну, я думаю, что это, там, группа, там, по каким-то принципиальным вопросам, там, будет требовать отдельных встреч с губернатором, там, и так далее Ну, они принципиальным вопросам, там, они, вот, по прошлому созыву, могу сказать, там, никогда особо не заморачивались на то, что, там, давайте, вот, мы, там, пообсуждаем позицию, каким-то образом скоррелируем, там, у фракции и так далее, нет Я думаю, что сейчас все намного проще, то есть, обсуждается общая повестка, там, исполнительная власть отмечает, что должно проходить, что не должно проходить И, собственно, фракция уберет под козырек Фракция большинства имеется в виду Да, я понимаю, что фракция большинства, вот, это хорошо или плохо, по вашему мнению? Это плохо, потому что, еще раз говорю, там Ну, может, просто, там, с одной стороны, не будут лодку раскачивать А мы, вот, все боимся, что лодку будут раскачивать А что плохого от того, что эта лодка раскачивается, когда каждый законопроект подвергается критике, что в этом плохого? Если законопроекты, у нас же и по прошлому созыву были ситуации, когда, там, продавливали законопроекты, а мы, там, через 2-3 месяца мы к ним возвращались, потому что, видите ли, там, не досчитали или просчитались И мы, там, пересматривали с точки зрения, а, там, когда в свое время, там, при обсуждении этого законопроекта на начальном этапе, там, была критика о том, что, там, мы не можем принять этот закон, потому что, вот, то-то, 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 то-то игнорировалось большинством А как Вы считаете, позиция губернатора во взаимоотношениях, там, с разными общественными объединениями, там, не знаю, с общественной палатой, с бизнес-объединениями, она такая же будет в плане того, что, там, демократии не будет, вот, поставлена задача, будьте добры ее исполнять? Ну, работать с общественными объединениями в формате, там, приказов будет тяжелее, ибо, там, они не вписаны в структуру органов власти, да, то есть, поэтому здесь в любом случае будет некая такая диалоговая площадка, но, там, насколько общественные объединения готовы будут, там, на этой диалоговой площадке критиковать и обсуждать, там, это все зависит от самих органов, там, если, условно говоря, общественная палата с новым секретарем, там, готова будет работать так же, как она работала, там, с ним уже, да, там, некоторое время назад, тогда, там, ситуации приказов, я думаю, там, не будет, да, то есть, будет попытка все-таки получать решение через обсуждение. Ну, а будет услышано-то это мнение, или, в принципе, это уже сейчас никому не надо? Ну, То есть, Никите Белых, вот, вся эта история с гражданским обществом, с институтами гражданского общества, она ему была нужна и интересна. Ну, давайте начнем с того, да, там, там, уж совсем попытаемся рассмотреть крайне узко, да, там, через, через год в Рио-губернатору избираться. Без поддержки общественных организаций, без поддержки бизнеса, общества, сделать это будет крайне тяжело. На одном ресурсе выехать будет крайне тяжело. Поэтому, там, если, все-таки, цель, там, в следующем году избираться, то тогда и путь к тому, что пытаться не, там, воевать и шашкой не махать, а пытаться договариваться. Дальше у нас пойдут выборы, там, президента. И это тоже, там, ситуация, когда без общественного, там, без поддержки общества и без поддержки гражданского общества, там, мы получим ситуацию раскачивания до такого уровня, что, там, непрогнозируемо. И пусть это, там, мы сейчас говорим о территории Кировской области, но я думаю, что аналогично вопросы задают во многих областях. А, собственно, там, есть гарантия в правильном выборе, там, в 19-м году, да, или нет такой гарантии? Соответственно, там, своеобразным катализатором для ответа на этот вопрос является как раз гражданское общество. Куда оно вернёт? Оно пойдёт поддерживать, там, Навального, Касьянова и всех остальных? Либо же оно вообще никак не отрегивает? Либо оно пойдёт, там, поддерживать, там, кого надо. Михаил, вот я вас хотела ещё спросить про Уралхим. Насколько я знаю, там, с бюджетом сейчас ситуация очень сложная и режут просто всё, что можно и всё, что нельзя. Я не готов Уралхим обсуждать, потому что, там, я, вот, как бы, так далёк от Уралхима. Ну, нет, не прям совсем Уралхим я хочу обсудить. Мы знаем, что Уралхим ушёл из Кировской области в том плане, что перерегистрировали бизнес в другом регионе, соответственно, наша область потеряла в бюджете налог на прибыль. Не потеряла, не потеряла. То есть, ещё раз, там, об этом тоже не раз говорили, перерегистрация была связана с образованием холдинга. Холдинг принял решение о том, что платежи будут распределяться ежегодно по тем территориям, где их есть представительство. И то, что, там, Кировская область в этом году является, там, не первым регионом, куда пошли все деньги со всего холдинга, там, это не говорит о том, что мы, там, потеряли эти деньги. Эти деньги придут к нам по той очереди, которая, там, придана холдингом. Ну, просто, насколько я знаю, там, Игорь Васильев обсуждал то, что нужно Уралхим к нам вернуть, чтобы иметь в бюджете, там, вот этот постоянный объём налога на прибыль. Вот, вопрос, там, мой, связан с тем, как Вы считаете, удастся ли ему это сделать? Ну, всё будет зависеть от того, как будут выстроены переговорные процессы. То есть, я думаю, что здесь, там, если речь пойдёт о каких-то резких и радикальных, там, предложениях в сторону, там, Уралхима, то, там, мы вряд ли можем договориться. Я бы вообще, честно говоря, говорил о другом, да, там, мы вот сейчас все, там, ноем из-за Уралхима. А где у нас, вот сейчас пришли у нас директора предприятий, а где их собственники, а где их инвестиции, а где их работа по увеличению нашей налоговой базы? Мы, как бы так оказались, бюджетозависимый от Уралхима, и, там, сейчас во всём клянём Уралхим, а то, что, извините, те предприятия, которые у нас работают, там, не развиваются с точки зрения, там, активного пополнения бюджета. Я не знаю, кто там кого клянёт, но просто, учитывая нашу ситуацию с бюджетом, мне кажется, что для региона сейчас жизненно важен вот этот объём налогов, который поступал в Уралхима. Жизненно важен, полностью согласен, полностью согласен, поэтому, там, очень надеюсь, что, там, такой диалог в конструктивном русле пойдёт. Но, там, нужно понимать, что, там, есть Кировская область со своими проблемами, а есть задачи холдинга, которые, там, тоже необходимо решать. — Нет, это абсолютно то, что это бизнес, это зарабатывание денег, у бизнеса есть свои интересы, у региона есть свои интересы. — Да. Мы, там, давайте, там, и не будем забывать, что, там, кроме налога на прибыль, Уралхим у нас является и платильщиком по, там, НДФЛ, и, там, местным, которые, там, скажем так, предприятием, где, там, достаточное количество рабочих мест, предприятием, которые, там, тянет за собой, там, город-спутник, да, то есть, там, вот, это-то никуда не делось, это-то, оно остаётся. Вот. Но другое дело, ещё раз говорю, там, что, там, неправильно сейчас, там, сконцентрироваться на том, чтобы просто обвинять, что, вот, Уралхим такой большой. Давайте думать о том, как другие экономики поднимают. У нас экономика, к сожалению, там, сельское хозяйство, которое оказывается, там, в большинстве своём датируемое, да, там, и Уралхим. Ну, это, там, наверное, неправильно для такого региона, как мы. А сейчас, в свете того, там, о том, как перераспределены комитеты, меня, честно говоря, вообще углила ситуация в том, что комитет по экономике перестал существовать. Это же, там, это говорит о том, что мы ставим крест. Да, там, Валерий Николаевич был одиозной фигурой, зачастую, там, вопросы, которые выносились и рассматривались, там, не носили макроэкономического, там, характера для всей Кировской области. Но сказать о том, что он выносил вопросы, которые были неважны для Кировской области, там, я, вот, как человек, который пять лет с этим комитетом работал, не скажу. Он предлагал правильные вещи, он предлагал, в том числе, фундаментальные вещи, которые, в принципе, там, ну, должны заставить были нас задуматься о том, что, там, экономика нельзя убивать, нельзя к ней второстепенно и нельзя к ней относиться чисто статистически, как, там, зачастую у нас было. Что надо что-то делать для того, чтобы экономика появлялась. А вместо этого, там, в этом созыве этого комитета вообще не стало. Ну, все, значит, там, давайте говорить честно, что, там, нет у нас экономики. А как, как вам видится, его не стало, почему? Некому возглавить, действительно, может, нет экономики или ей уже ничего не поможет? Ну, вот, если некому возглавить, тогда и возникает вопрос, а что там делают у нас представители крупного бизнеса? Заксобрание, если никто из них не готов взяться за эту тему. А есть еще какие-то у вас вопросы к комитетам или к их руководителям? Я, честно говоря, вообще переформатирования комитетов не понимаю, да, то есть 8 комитетов, каждый из которых, там, был в своей сфере, да, там, может быть, меньше всего был нагружен и понятен комитет по регламенту, который там избирал. Ну, да, вот сейчас этого комитета нет, но я еще сложнее вижу Яковкина на теме, связанной с предпринимательством и торговлей. Комитет по сельскому хозяйству, предпринимательство и торговлю. Да, то есть, как бы так, честно говоря, там, я не представляю его в роли человека, который является профессионалом в этих сферах и, собственно, будет эффективен как председатель комитета. То есть, как тот же Валерий Николаевич, извините, там, между комитетами и между всем остальным пропахивать территорию, встречаться, там, с бизнесом, выяснять их проблемы, бегать, писать письма, там, вплоть до, там, пикетов и так далее. То есть, ну, а превратить это все в некий формализм, вот поступил закон, давайте проголосуем, там, ну, это, там, это не работа комитета. У нас, к сожалению, с вами осталась одна минута, вот закончу последним вопросом. А как вы считаете, как сейчас оппозиция, вот в том количестве, в котором она представлена в УЗС, должна выстраивать отношения с Единой Россией? Ну, по опыту прошлых, может быть, и совет в этой связи, да, то есть, брать локальные темы, и вести локальные темы, то есть, брать, находить конкретную проблему и с этой проблемой работать с исполнительной властью и в конечном итоге выносить законопроекты, которые, там, изначально уже поддержаны исполнительной властью. Тогда эти законопроекты проще будут рассматриваться и в законодательном собрании. Михаил, я благодарю вас за ваше особое мнение. К сожалению, время у нас кончилось, вопросов нет, но... Жаль. Спасибо. Что делать? Это было особое мнение вице-спикера ОЗС 5-го САЗЭВа Михаила Курашина. Программу вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.